Понимаете, когда у человека в квартире отключается газ, за ним отключается свет, и потом, как следствие, не поступает вода, я вчера об этом говорил, вот просто попробуйте себя поставить на место этого человека. Да ему наплевать на самом деле, сколько тысяч в Дагестане осталось без света, без газа, без воды, и какое количество осадков выпало в результате погодных катаклизмов. Потому что этот человек сидит дома, в холодной квартире или в холодной комнате, не знает, чем накормить детей, потому что не работает ни газовая плита, ни электричество, и не знает, чем еще согреть своих домочадцев, в том числе людей пожилого возраста, больных и инвалидов. Я хотел бы обратить внимание, в первую очередь, тех, кто находится наиболее близко к этим людям. Это главы муниципальных образований, главы районов, а самое главное, главы сельских поселений, которые не должны от людей замыкаться, а должны организовать у себя штабы, должны организовать каких-то активистов, должны организовать добровольцев, должны организовать неравнодушных людей рядом с собой. Должны выявлять эти проблемы, должны осуществлять подворовый отход, уточнять, где находятся люди с новорожденными детьми, где находятся люди с пожилыми людьми, где находятся люди с заболеваниями. Вот я о чем говорю. А когда люди пытаются звонить в разные инстанции и дозваниваются только на полцентр МЧС, это плохо.